Приветствую! Уже прошло три месяца с тех пор, как пани Безуглая внесла правки в 11 абзац части 1 статьи 23 закона Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации и предусмотрела новое требование, согласно которому те люди, у которых жена с инвалидностью, родители, либо родители жены с инвалидностью, должны для получения отсрочки доказывать, что нет других родственников, которые обязаны осуществлять уход за этими лицами с инвалидностью. И вся проблема в том, что внеся такие правки, государство до сих пор не позаботилось о том, чтобы предусмотреть какой-либо перечень документов, который может подтвердить, что у тебя нет других родственников. И на сегодняшний день в этом вопросе творится полная неразбериха. Три месяца. Три месяца полной неразберихи, созданной абсолютно искусственно. Ну и тем не менее мы в этом продолжаем с вами жить. И что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем такую практику, что одни ТЦК и СП дают отсрочку на период до окончания военного положения. То есть вот оно в ноябре заканчивается, и они пишут вот ту дату, когда оно там заканчивается в ноябре. Другие просто отказываются давать отсрочку, а дают человеку просто повестку на тот момент, когда закончится военное положение. Кто-то просто отказывает выдавать отсрочку, мотивируя тем, что ты не предоставил достаточно документов. Но от себя я скажу, что на сегодняшний день нет возможности достоверно подтвердить каким-либо документом, либо перечнем документов, что у тебя нет, например, братьев и сестер. Но зачем об этом думать депутатов? Зачем об этом им думать? Им об этом думать не нужно. Они идею кинули, проблему создали, а там разбирайтесь как хотите. И мы разбираемся, разбираемся по-разному. И вот уже на сегодняшний день есть решение суда, пока это решение суда первой инстанции, которое много где из вас мне скинули и попросили прокомментировать. И сейчас мы его посмотрим. А что же решил суд? Что нужно делать в этой ситуации, если ты не можешь подтвердить документально, что нет других людей у тебя, которые должны уход осуществлять? И какими документами можно подтвердить? Какие документы с точки зрения суда достаточны для подтверждения права на отсрочку? Вот это решение суда Чернивецкий окружный административный суд 11 вересня 23-го року. Ситуация здесь по сути стандартная, но одна из стандартных. Человек обратился к ТЦК, чтобы ему дали отсрочку в связи с тем, что у него есть жена с инвалидностью третьей группы. Но ТЦК отказывает и человек идет в суд. Сразу забегая вперед, скажу, что суд принял решение в пользу человека. И суд обязал ТЦК и СП выдать человеку отсрочку. И вот сейчас давайте посмотрим, каких документов было достаточно, по мнению суда. И вот здесь мы смотрим, какие же документы подавал человек в ТЦК. И именно этот список документов суд посчитал достаточным для того, чтобы человек получил отсрочку. И по ходу изучения перечня документов я буду комментировать сразу, что это за документы. Итак, вот читаем здесь. Вот эту часть будем читать. До заявы подано, перше, належным чином засвеченную заяву дружину, як підтвердження того факту, що здійснює за нею догляд. Что это за заява? Это заява, которую человек сделал у нотариуса. То есть человек пошел к нотариусу, и у нотариуса написал, что я такая-то такая, заявляю, что единственный человек, который за мной осуществляет уход, является мой муж такой-то, такой-то. И нотариус, не проверяя этих фактов, он не обязан это делать, он заверяет подпись человеку. Ну и считается, что если ты вот заверил свою подпись нотариально, то ты уже, ну скажем, подписался полностью под этим. Далее, належным чином засвеченную заяву від свого імені. Эта заява такая же, но о том, что он, соответственно, осуществляет уход за женой. Далее, належным чином засвечену копию свідоцтва про шлюб. Понятно, чтобы подтвердить соответствующую родственную связь. Далее, обратите внимание, интересный доказ. Вид по вид про видсутність реестру процедатных осіб. Вот, честно говоря, даже не представляю, куда человек обращался, да, чтобы получить такой ответ. Но, возможно, там в Пенсионный фонд Украины, может, да, вот оттуда мог получить такой ответ. При этом хочу сказать, что вот такое доказательство, оно не является обязательным. Не значит, что каждый из вас должен его подавать. Далее, належным чином засвечену не копии свідоцтва про народження детей. Здесь имеется в виду, чтобы подтвердить, что нет детей совершеннолетних. То есть там, как раз, по свидетельству о рождении, было видно, что дети несовершеннолетние. Далее, належным чином засвечену копию довідки, что выдается инвалиду. То есть это справка МСЭК, чтобы подтвердить, что есть инвалидность у жены. Далее, належным чином засвечену копию свідоцтва про народження дружины. Сейчас поймете, зачем копия свідоцтва про народження дружины. Потому что далее они приложили копию пенсионного удостоверения и копию справки МСЭК, которая выдана отцу жены. Чтобы показать, что да, отец жены еще жив, но он является лицом с инвалидностью и, соответственно, является нетрудоспособным и не может осуществлять уход. Суд вот это все изучил, разобрал законодательство. Еще раз суд подтвердил, что именно ТЦК и СП принимают решения в соответствии с законом о том, есть у человека право на отсрочку или нет. И самое главное, что далее решил суд. Вот здесь смотрим. Суд критично относится до доводов-відповедача стосовно того, что Дністровский РТЦК и СП не может установить безумовный факт отсутствия у его дружины с инвалидностью других працездатных детей и не может выключить наявность працездатных детей у его дружины вид ему вирных попередних шлюбев. То есть вы понимаете, ТЦК что говорит? Что возможно у нее были шлюбы и возможно там есть дети. Благо есть адекватный суд, который говорит, что мы критически к этому относимся и, мол, если вы хотите доказать, что у них есть, ну доказывайте сами. А дальше суд говорит, что суд, оскільки суд установил, что позивач мае право на отсрочку від призову за мобілізацію на підставе абзацу 11 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, суд робить висновок, що відповідач протиправно відмовив у наданні відстрочки від призову за мобілізацію. І висновок суду читаємо. Адміністративный позов задавальнити, визнати противоправным та скасування Дніпровского РТЦК, зобовьязати Дністровский районный территориальный центр комплектования та социальной поддержки прийняти рішення, яким надати особе 1 відстрочку від призову за мобілізацію на підставі абзацу 11 частини 1 статті 23 закону про мобілізацію. Вот так суд восстановил справедливость і обязал ТЦК і СП дать человеку отсрочку. Как мне кажется, решение суда является правильным, обоснованным. Да, возможно, можно было бы расписать чуть подробнее. Вот будь я судьей, я подробнее расписал, да, почему ТЦК і СП не правы. Но, тем не менее, решение суда, на мой взгляд, абсолютно правильное. Я надеюсь, что оно устоит в апелляции. А понятно, что ТЦК в апелляцию пойдет. И единственное, что во всей мне этой истории не нравится, это то, что для людей создали вот такую проблему, просто на ровном месте создали проблему, из-за которой люди вынуждены доказывать свое право на отсрочку в связи с тем, что у супруги есть инвалидность, у родителей есть инвалидность. Доказывать это в суде. Возможно, было бы неплохо, чтобы кто-то из депутатов взял, да, и отменил бы эту поправку, и мы бы ему, конечно, поставили за это большущий лайк. Но пока таких законопроектов, к сожалению, нет. На этом у меня все. Если вы считаете, что информация, которую вы услышали, была полезна, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал, и вы найдете еще массу полезной информации. Также приглашаю вас подписаться на мой телеграм-канал, ссылочка на него будет в описании к данному видео. Ну и в конце традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.